Сегодня у нас короткое видео, как организовать свой бизнес с Фаберлик. И давайте начнем с самого первого слайда, что самое важное есть вообще основа основ бизнеса, и не только Фаберлик. Это несколько факторов, которые идут один за другим, и менять их нельзя. Первое, что необходимо сделать, это обязательно проанализировать. Проанализировать свою жизнь, проанализировать свои действия, проанализировать свою структуру, если она у вас есть, проанализировать свои шаги и понять, все ли вы доделываете, все ли вам нравится, удовлетворены ли вы своей жизнью и многое другое. Анализ это очень хорошая штука, потому что она, знаете как, некоторые начинают плакать, обижаться, говорить, вот у меня все плохо. На самом деле анализ, он должен быть конструктивный. Если вы будете подходить к этому вопросу именно с позиции конструктивности, то есть, что мне нужно изменить, доделать, переделать или начать скрещивать руки по-другому, то есть делать другие шаги. Вот если вы с этой позиции будете анализировать свои действия, свои поступки, свою деятельность в бизнесе, свою жизнь, тогда вы точно поймете, где у вас есть критические точки, и вы точно поймете, куда вам нужно стартовать. После того, когда вы проанализируете, у вас выявятся определенные, знаете, такие большие пятна желаний, то есть большие моменты, которые вы будете чувствовать, что вот это точно вам нужно изменить, и вы действительно хотите получить намного больше. Как только вы проанализируете, и появятся вот эти точки желаний, обязательно их нужно перевести в цели. Что такое цели? Возьмите ручку и листок, и запишите, я вам просто это продиктурую. Когда обычно вы ставите цели, есть три показателя, очень важных, которые необходимы. Первый показатель – это краткосрочные цели, второй показатель – среднесрочные цели, третий показатель – дальнесрочные цели, то есть краткосрочные, среднесрочные, дальнесрочные. Краткосрочные обычно идут до года, до полугода, до года, тогда легче и проще с ними работать. Среднесрочные, они идут от года до трех лет. И дальнесрочные, это от трех лет до пяти, до десять лет впереди. Ну, не каждый может посмотреть далеко вперед себя на десять лет, но в любом случае от трех до пяти обязательно нужно прописать. Почему это нужно разбить вот на такие этапы? Потому что, например, если у кого-то есть цель и желание покупка квартиры, то, честно скажу, за год купить ее очень сложно. Да, можно залезть в большие кредиты и потом мучиться очень долго. Если вы ее запланируете от года до трех или, например, от трех до пяти, тогда однозначно вы четко пропишите план конкретный, по которому вы будете двигаться. Как вообще пишутся планы по поводу реализации своих желаний, я проведу отдельное обучение, здесь заострять внимание не буду, потому что там очень важна финансовая грамотность, это отдельная тема. На каждой цели вы должны поставить сроки. Не обязательно срок там в пятое число такого-то месяца. Например, к марту месяца 2016, 2017 года. Или, например, к январю 2017. Или, как у нас есть поставлена такая задача для наших коллег, сейчас как раз у нас есть такой, как сказать, мотивационная программа. Делай до 16-го периода 2016 года квалификацию директора, подтверди ее в 17-м периоде 2016 года, и в 18-м периоде получи 25 тысяч за то, что ты сделал эту квалификацию. То есть вы можете на определенный месяц планировать. Я понимаю, что мы работаем в Фабрлик по периодам, но цели все равно ваши будут соединяться в месяц, потому что если вы посчитаете свой доход не за 3 недели, а за месяц, это тоже определенная финансовая грамотность, тогда вы увидите, что ваш доход даже больше, чем вы считали. Потому что мы уже привыкаем, что мы каждые 3 недели получаем доход. Итак, когда вы поставите дату, то обязательно пропишите сумму в цели. Очень важно, сколько стоит, или как, знаете, такая была фраза, сколько вешать в граммах. Если вы на это не будете обращать внимание, то тогда вы не будете знать, куда идти. Когда вы напишите конкретную сумму, то тогда гораздо проще прописать тот план, тот бизнес-план, какие квалификации вам могут помочь, именно что вам необходимо достичь, какой доход там в этой квалификации, тогда однозначно ваши цели приблизятся и могут быть исполнены. После того, как вы напишите цели, вот после этого прописывается бизнес-план. Бизнес-план прописывается как? Например, цель у вас, предположим, вот я поставлю вот такой момент. Многие знают, что в следующем году мы едем с компанией Фаберлик в Доминикану, но могут поехать только те, кто откроет и подтвердит квалификацию золотого директора в следующем году. Подтвердить ее необходимо в 11-м. Чтобы ее подтвердить, это значит 8 периодов, но надо отсчитать. Соответственно, 5-й период 2017 года, это последний период, когда уже крайний срок нужно открыть квалификацию. Поэтому, чтобы дать себе фору и запасу, вы можете себе прописать в 3-м периоде 2017 года открыть квалификацию золотого директора. И уже исходя от конечной точки, расписывать бизнес-план до сегодняшнего периода. Тогда вы увидите именно, знаете как, по объемам, что в каждый период необходимо делать, какой объем. Потом уже будет, конечно же, корректировка, потом уже в процессе вашей деятельности каждый период вы будете что-то видоизменять. Может быть, вы не доделали, а может быть, вы наоборот вперед ушли от своего плана. Бывает и такое. Поэтому тогда вам будет гораздо проще уже ориентироваться или дотягивать в следующем периоде побольше, или наоборот ускоряться. Итак, запомните, бизнес-план пишется всегда после того, когда вы поставили цель. И именно с того момента, на какую дату вы поставили. И отсюда уже прописывается бизнес-план. И конкретно в MLM-индустрии прописывается он по квалификационной лестнице. Именно по квалификациям. Потому что каждая квалификация дает определенный средний доход. И если вы будете учитывать этот средний доход, тогда однозначно... Простите. Если вы будете учитывать этот средний доход, то вы однозначно придете к этому плану и достигнете своих целей. После того, как вы пропишите бизнес-план, то есть это своего рода стратегия, по которой вы будете двигаться, надо прописать действие. Вот действие – это более глубокое такое наполнение. Что значит действие? Действительно, если вы запланируете только продажи, то я не уверена, что вы сможете достичь цели. Ну, может быть, или у вас цели очень маленькие. Если вы запланировали купить сапоги, или пальто, или шубку, тогда, да, продажи могут дать результат. Если вы запланировали более конкретные цели, это вот, например, поездка в Доминикану, или вместе с компанией Faberlic в подарок, или вы запланировали покупку квартиры, то тут действия нужны совершенно другие. Это, естественно, создание команды, это, естественно, рекрутинг, это, естественно, чтобы ваша структура росла и развивалась, и чтобы ваши люди точно так же приводили людей. То есть действия, определенные в MLM-индустрии. Там дальше мы рассмотрим небольшие действия, самые важные, которые помогут вам именно двинуться по бизнес-плану. Потом наступает момент, когда происходит результат. То есть период закрылся, и у вас есть результат. Нравится он вам, не нравится, дошли вы до своего результата, который планировали, или вы не дошли, неважно. Любой результат – это результат. И вот здесь вот вы после результата полученного обязательно нужно опять провести анализ. Обязательно уже анализ этого результата. Здесь вы уже смотрите показатели. Шли ли вы по плану? Шли ли ваши люди по плану? Достигли ли они тех результатов, которые планировали вы вместе с ними? Если нет, то в чем была причина? Потому что причин может быть много. Может быть и лень, может быть недостаточное количество, как говорится, телодвижений. Может быть уровень знаний не тот. Может быть нужно к чему-то подучиться. Вот здесь вот, когда вы по результату анализируете, то тогда уже на следующий период, исходя из этого анализа, и исходя предыдущего результата, вы уже опять вновь корректируете свои цели. Может быть они останутся прежними, но вы тогда корректируете свой бизнес-план. Тогда вы корректируете действия. Потому что вы уже понимаете, если у вас не получилось то, что вы планировали, значит на самом деле какие-то действия были или ненужные, или неправильные, или недостаточные. Это называется круг успеха. Недавно к нам приезжала Марья Мумарова. Вы знаете, кто такая Марья Мумарова. Это у нас просто звезда в компании Фаберлик, потому что она растет каждый год, как минимум на две квалификации. И мы ей задавали вопрос, Марья, что ты делаешь такого, что ты растешь с таким бешеным ритмом? И она посмотрела, так забавно было на меня, и сказала, как-то много лет назад, когда я пришла в компанию, я нашла видео Татьяны Курячей, в которой она рассказывала про круг успеха. Анализ, цель, план, действия, результат, анализ. И я теперь этим живу. И каждый период делаю это я и делают мои люди. Основываясь на этом круге успеха, мы растем и развиваемся. Поэтому, коллеги, если вы делаете хоть один из пунктов, например, анализируете, например, ставите цель, пишите план, но не делаете действий, то результат вас не порадует. Если взять на каждый вот этот пункт, поставить по 10 долларов, анализ 10 долларов, цель 10 долларов, бизнес-план 10 долларов, действия 0 долларов, результат 10 долларов. Как вы думаете, если все это перемножить, какая цифра получится? Напишите мне, пожалуйста, в чате, какая цифра получится именно в этом моменте, если перемножить. 0, спасибо, Екатерина. Потому что, если хоть что-то вы не делаете, хоть что, то получается 0. Вычеркивая один из этих пунктов, у вас не будет того результата, не будет того успеха, к которому вы стремитесь. Еще есть один момент. Очень многие любят, знаете как, менять их, то есть вот проанализировали структуру, быстренько побежали что-то делать. Ни цель не поставлена, ни план не прописан, действия делают, 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 устают, ничего не получается. Это называется ИБД, имитация бурной деятельности. Если, вот я думаю, что всем понятно, если понятно, поставьте воскресательные знаки, чтобы я не зависала на этом, на этой картинке, всем ли понятно то, о чем я говорю. Спасибо огромное. Поэтому обязательно сделайте так, пропишите по каждому пункту свои именно направления, и тогда вы точно будете знать, куда идти, и вы точно будете видеть, почему сработало или не сработало. Это самое важное. Давайте перейдем к следующему слайду и посмотрим три правила успеха. Именно в бизнесе еще их называют иногда три кита успеха. Первое. Делаешь сам. Что значит делаешь сам? Я знаю, что есть наставники, которые рекрутируют людей, обучают их, мотивируют их делать личный объем, но сами личный объем не делают. Или, например, они зарегистрировали в свою структуру несколько человек, обучают людей, говорят, давайте рекрутируйте, а сами не рекрутируют. Делаешь сам подразумевается то же самое, что делают другие. Если вы не будете делать сами, то вы не будете являться вектором тяги. На вас будут смотреть ваши консультанты и будут говорить, а ты не делаешь, почему я должна делать. Это знаете, как если перевести на семью, и когда, например, родители чего-то не делают, оттребуют от детей, что они должны делать, то дети смотрят не на то, что говорят родители, они смотрят на то, то, что делают их родители. Не то, что говорят, а то, что делают. Поэтому первое важное правило делаешь сам. Второе важное правило приводишь людей. Если какими бы вы замечательными не были, какими бы вы лидерами не были, мотиваторами и многое другое, если вы не будете приводить в свою команду людей, причем не знаете как, я некоторых спрашиваю, некоторые мне говорят, у меня ничего не получается, вы сказали, что бизнес можно строить, и что он построится, а у меня не получается. Я задаю определенный простой вопрос. Сколько людей вы зарегистрировали, а тем более не просто подключили, как многие говорят, а именно зарекрутировали, заинтересовали, скольких людей за период. И многие мне говорят, ой, я не помню одного или два. Это не бизнес, это имитация бурной деятельности. Или это просто, человек просто, ну вот потихонечку, у него нету больших глобальных целей. Коллеги, надеюсь без обид, если у вас действительно большие, огромные цели, тогда возьмите себе за правило приводить людей, не просто каждый период, а приводить людей каждый день. Если вы приучите себя приводить людей каждый день, и их каждый день регистрировать, Неля нам прекрасную тему даст, Неля Ванина нам обещала, думаю, что в следующую среду, и она поделится опытом, как она это делает. Я точно знаю, что она очень сильно устает. Иногда она даже мне пишет, устала как Бобик. Это директор, у которого хороший объем, который хороший доход получает, но человек пашет, потому что ей это надо, понимаете? Поэтому если у вас нету роста, значит посмотрите на себя, проанализируйте, приводите ли вы людей каждый день в мою личную группу, ко мне лично, ну я, или к моим сыновьям, каждый день приходят не менее двух, трех, четырех человек. Каждый день. Потому что я точно знаю, что из ста контактов 20 захотят, из 20 контактов 10 начнут делать. И только из этих 10, только 5 станут настоящими партнерами, и мы вот с ними вместе будем вот такие большие деньги зарабатывать. Поэтому возьмите себе за правило приводить людей каждый день, каждый день. Третье правило успеха, третий кит, обучаете, и обучаешь, и сопровождаешь. Правильно, правильно пишите, и тогда будет результат, точно. Правильно, Нель. Смотрите, если вы приводите людей, но не обучаете их, и не сопровождаете, то ваши люди потеряются. Об этом я рассказывала вчера на видео, на вчерашнем вебинаре. Если вы его не смотрели, посмотрите его обязательно. Я думаю, что мы сегодня или завтра выложим его уже в записи, кто не был, может посмотреть его. Что значит обучать? Многие воспринимают, что нужно поставить доску, и быть таким вот, знаете, деловым, и очень важным, и говорить какие-то такие вещи. На самом деле, обучение, это самые элементарные вещи. Как зайти на сайт, как оформить заказ, где взять людей, как работать в соцсетях, то, что мы делаем с вами в скайп-чате, то, чему мы обучаем на нашем обучающем сайте, то, что проходит на наших вебинарах, вы просто, вот вы прошли обучение, передайте это. Даже лучше, если вы передаете свой опыт, что делаете именно вы, потому что, если вы будете рассказывать о том, что делаете именно вы, то ваши люди будут вас повторять. Что значит сопровождать? Это не значит взять за ручку и водить. Это значит взять и показать, называется тренинг совместного действия. То есть показать, например, через скайп-чат, где что можно найти. Или если в вашем городе находятся ваши консультанты, взять и пройти с ними, и раздать каталоги, и показать, как это надо делать. Что значит сопровождать? Если у вас нету в месте, что вы из разных городов, как у нас вот есть, вот действительно со всех стран приходят, тогда обязательно, обязательно не только в общем скайп-чате, а в личном контакте, в скайпе, в контакте, в вайбере, в ватсапе, это об этом я говорила вчера, сопровождайте, отвечайте на вопросы, помогайте, звоните, не жалейте денег, потому что, когда вы будете обучать и передавать свой опыт, то вы вместе будете праздновать победу. Итак, всего три правила, самых важных, делаешь сам, приводишь людей, обучаешь и сопровождаешь. Давайте посмотрим следующий слайд, что же очень важного. На структурном собрании я вам говорила, что компания Фаберли в 2017 году планирует прирост плюс 65%. И также я вам говорила, что Алексей Геннадьевич Нечаев сказал, что если даже те, которые практически ничего не будут делать, то они все равно приростут на 20%. Я вот решила показать вам еще раз эти две картинки, только немножко другие. Смотрите, слева картинка. Я руковожу, а не делаю. То есть, если вы будете только руками водить, кто такой руководитель? Тот, который водит и указывает руками. Сделай так, сделай так, я сказал, нужно делать так, и не делает, не растит из своих потенциальных партнеров, лидеров. Это, вот точно, если вы будете руководить, и будете иметь наблюдательную позицию со стороны, что же они там копошатся, трудятся, то тогда у вас будет прирост 20%. Да, вы прирастете. Если это с вашими целями совпадает, ну, ради бога, это ваш выбор. То есть, ну, пожалуйста, наблюдайте со стороны, что они там копошатся, что там делают. Извините, пожалуйста, что я говорю так, но это бывает у многих именно так. Позиция, мы вместе, мы вместе планируем, мы вместе анализируем, мы друг другу помогаем. Вот эта позиция даст, как минимум 65%. Могу сказать точно, это план компании. Мы проанализировали прошлый год, когда мы запустили наш проект. У нас прирост плюс 178%. А в прошлом периоде у нас было 210% прирост, потому что мы стараемся быть всегда на связи. И я думаю, что вы видите, что независимо от моего уровня занятости, независимо, что у меня очень многие пришли в глубину, в поколение, там, в 5-е, в 100-е, в 20-е, а у меня, правда, есть уже в одной структуре 100 с лишнее поколение, не имеет значения. У каждого из этих людей есть ко мне доступ. Я не всегда могу выйти на связь, но в любом случае я всегда помогу. Или я перенаправлю к наставнику, или я сброшу какую-то информацию, или я просто отвечу на ваш вопрос. Те, кто со мной общается, не дадут мне соврать, потому что я стараюсь каждому помочь и объяснить, или как-то направить. Вот эта позиция, она дает обязательный рост, причем не только, как планирует компания, плюс 65%, а гораздо больше. И вот сейчас у вас есть задача. Для того, чтобы строить бизнес, вам необходимо выбрать одну из этих позиций. Я руковожу, руками вожу, или я управляю. Это две разные позиции. Руководитель это неплохо, но это немножко другое. Это просто я показал, а вы делаете. Не сделайте ваши проблемы. А управление это уже действительно через анализ. Давайте посмотрим следующий слайд. Переходим. Что такое анализ показателей? И какой именно анализ необходимо делать? Потому что помимо того, что вы каждый период анализируете, что, к чему вы пришли, я рекомендую, я настаиваю, как ваш руководитель, и как ваш управленец, как ваш наставник вышестоящий, я рекомендую вам, анализируйте показатели, каждый период, каждую неделю, и каждый день. Если вы будете это делать, причем не только вы, а вы проанализировали, посмотрели, и посмотрели показатели не только свои, а показатели каждого, это обязательно учитывается. Личный объем, оплаченный и неоплаченный, потому что вы же, например, запланировали и свое, и ваших людей, какой-то план вы прописали, какие-то цели прописали, какой-то результат на этот период. И посмотрите, идет ли человек по плану. Обязательно групповой объем, если это у вас партнер, если это у вас лидерская структура, оплаченный и неоплаченный. Посмотрите, есть ли новички, приходят ли они в том темпе, который вы планировали, количество новичков, и делают ли они заказы. Потому что новичков можно приглашать много, но они могут быть нулевые. Чтобы они не были нулевые, посмотрите предыдущее видео, там мы очень внимательно говорили. А еще дальше мы просто, я вам скажу, где найти показатели, чтобы понимать, как двигается новичок не только в вашем первом поколении, но и в глубине. Итак, анализируем каждый период, не один, а вместе со своими людьми. Анализируем каждую неделю, не один, а вместе со своими людьми. Анализируем каждый день, и уже после этого связывайтесь, созванивайтесь с теми людьми, у кого есть какие-то проблемки. Смотрите, у нас есть в личном кабинете раздел отчеты. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто знает, что такой раздел есть. Поставьте плюсы, что вы знаете, что такой раздел есть. Отчеты. Так, так. Если кто не знает, поставьте минус. я хочу видеть, кто не знает, что есть такой раздел. Есть такие, кто не знает? Коллеги, не стесняйтесь. Ага, молчание. Не все хотят писать. Ну, хорошо, это ваше право выбора. Смотрите, когда вы заходите в личный кабинет, вверху там есть красным светятся некоторые разные разделы. Регистрация, мой счет, мои заказы. И там есть раздел отчеты. Я, у меня даже, знаете как, я когда делала скрин, у меня не поместились все отчеты, которые нам представлены. Если вы начнете смотреть все отчеты по порядочку, зайдете туда, то вы будете очень удивлены, сколько полезного материала для вас предназначено и для вас сделала компания, причем, как в текущем периоде, который идет, точно так же во всех тех периодах, в которых вы были. Хочу акцент сделать на несколько отчетов. Оплаченные и неоплаченные заказы. Потрясающий отчет. Вы когда его открываете, то вы сразу видите по каждой фамилии оформленные заказы. И тогда вы видите, оплатил заказ, сколько баллов не оплатил заказ. Вы видите, сколько баллов в автозаказе. И вы видите, есть ли вообще заказы. То есть, если здесь человек не светится, вы его не можете найти, значит, он ни одного заказа не сделал. Тогда вы переходите в раздел текущие показатели. Запишите себе текущие показатели. Нажимаете кнопочку с нулевиками, с неактивными. Нажимаете посмотреть и можете найти этот отчет, и вы увидите всю свою структуру, которая, кто делал заказы, кто не делал, кому компания назначила, там будет светиться желтеньким, кто идет по акции, возвращаемся в бизнес. Всегда, каждый период это происходит. Кому назначены деньги, там будет обязательно обозначено. Там будет аббревиатура ВВК, возвращенный временно консультант. Бывает и такое. И вы уже удаленный консультант. УДК-3. Это значит, что у человека наступило время, когда, если он не сделает заказ, значит, его удалят после этого периода. Коллеги, у нас есть большое количество видео по отчетности, как работать с этими отчетами. Поэтому, если у вас есть запросы, вы напишите нам в скайп-чат или пришлете на электронную почту. Мы вам обязательно сбросим ссылочку, и вы сможете посмотреть те видео, которые как правильно работать с отчетами. Еще здесь хочу обратить ваше внимание. Огромное спасибо компании за отчет по стартовой программе. Раньше был отчет стартовая программа, и там были только вы, как новичок, если вы новичок, и только ваша первая линия. То есть, тех, кого вы подписываете под себя, то есть солнышком. А уже глубину вы не видели и не замечали. Теперь есть замечательный отчет, в котором вы видите абсолютно всю структуру. В прошлом периоде я просто сделала выборку и прозвонила глубину новичков, которые у меня, ну, в глубине, там, в третьем, в пятом поколении была очень, очень разочарована и огорчена. Не буду называть фамилии, но я была огорчена, что наставник не объяснил новичку преимущества стартовой программы. У меня было шести людям, я в глубину позвонила, и все шестеро с благодарностью оформили заказ и включились в стартовую программу. Поэтому, пожалуйста, наставники, даже если у вас есть лидерский корпус, даже если у вас есть партнеры, на которых вы рассчитываете, иногда периодически заходите вы в структуру, проверяйте, прозванивайте, и вы точно будете знать, работает ваш лидер, который называет себя лидером или нет. А вы, господа лидеры, знаете, что мы иногда за вами наблюдаем. Не для того, чтобы вас отругать, а для того, чтобы понять, что вам хватает, что вам не хватает. Почему мы этот интенсив запустили по обучению. Итак, коллеги, обязательно зайдите в отчеты и посмотрите каждый, задайте вопрос. Самый важный план, который необходимо делать каждый период. То есть план деятельности. Именно организации бизнеса. Я не говорю здесь про личный объем. Я не говорю здесь про те действия, которые вы, ну вот, которые вы привыкли. Я говорю про организацию бизнеса. Если вы пришли строить бизнес, и вы хотите, чтобы у вас все функционировало, и все поднимало вас до высоких результатов, особенно по нашему промоушену, то, первое, проанализируйте прошлый период. Обязательно. Кто этого еще не сделал, сделайте. По всем показателям. Кто сделал заказы, кто не сделал, кто на какой объем вышел, на какой не вышел, кто включился в стартовую программу, кто не включился, кто дошел до квалификации, а кто сделал, например, 599 баллов и 600 не сделал. Кто сделал личный объем, групповой есть, а личного нет. Проанализируйте прошлый период. И потом проанализируйте именно с вашими лидерами, почему так случилось. Не наезжайте на них, просто поговорите и узнайте, в чем причина. Может быть, лидер действительно где-то притормозил, может быть, он чего-то не знает, а может быть, вы, как наставник, виноватый, и вы не оповестили этого человека, и не помогли, и не поддержали его, не сказали, что у него пробел такой. Второе. Поставьте цель прироста. Обязательно ставьте цель свою. И попробуйте поставить цель прироста ваших людей. После того, когда вы поставите цель прироста ваших людей, прозвоните в ваш лидерский корпус ваших людей, и пропишите их цели, и посмотрите, совпадают ли они с вашими прописанными целями. Может быть, вы завышаете им слишком планку, а возможно, вы наоборот, занижаете им планку. Очень важно найти, знаете как, именно выйти в коммуникацию, договориться и понять друг друга. Тогда действительно вам гораздо проще будет двигаться вперед. Четвертый пункт. Пропишите рекрутинг на период. Не только свой в личную группу, но еще и пропишите рекрутинг ваших людей, чтобы вы, например, понимали. Вот у вас, предположим, три потенциальных лидера. Ольга, Светлана и Петр. Ольга говорит, я в этом периоде зарегистрирую 50 человек. Вы говорите, супер, давай посчитаем, сколько это должно быть в день. Вы прописываете, у нее написано, у вас написано. А, например, Петр говорит, а я немножко попроще, я, наверное, человек 10 приглашу. Вы с ним точно так же прописываете. И когда будут прописаны у вас планы рекрутинга на период, и у ваших людей, тогда вам гораздо проще с ними будет говорить, слушай, ты опаздываешь, или наоборот, ух ты, а ты идешь вперед своего плана, на какая ты молодец, или какой ты молодец. Пятый пункт. Определите показатели на каждую неделю. Предположим, ваш лидер говорит, я хочу сделать 600 баллов и получить от своего директора, ну, смотря в чьей он структуре, или от Вани Нелли, или от Титовой Дарьи, или от Курячей Татьяны, или от Курячего Максима, за 600 баллов впервые я хочу получить... Коллеги, сколько у нас обозначено планка на денежный приз? Кто знает? Хочу вас проверить. Кто знает, сколько денег за 600 баллов? Ну-ка, коллеги. Правильно. Нет, Юлечка, 3200, вы что, шутите? Мы так не... Я вам говорю про наш промоушен. 600 баллов это от компании, 3200. Правильно, полторы тысячи в подарок. Поэтому вы берете и просто прописываете. Ваш лидер говорит, я хочу делать впервые 600 баллов и получить от своего директора полторы тысячи рублей в подарок. Ну и от компании, как Юля написала, 3200, или там может быть немножко сумма поменьше. В зависимости, как построена структура. И вы с ней прописываете. Отлично. Тогда тебе... А, прослушала? Ничего страшного, Юль, бывает. Смотрите. Тогда тебе необходимо каждую неделю по итогу воскресенья у тебя должно быть 200 баллов уже оплачено. В первую неделю 200, во вторую 400 уже вместе с теми 200, и по итогу третьего недели уже 600. И вы с ними прописываете показатели на каждую неделю. И потом контролируете контролируете эти показатели каждую пятницу. Почему каждую пятницу, а не воскресенье? Потому что воскресенье вы натолкнетесь на факт, который уже исправить нельзя. Опа! А консультант-то, лидер не идет по плану. А я-то сама не иду по плану. Опа! И начинаются гонки, начинаются крысиные бега, по-другому никак его не назовешь. Боже мой, у меня новичков недостаточно, личный объем еще не сделаю. Групповой я не успеваю. И как снежный ком. Вот это не бизнес-подход. Это действительно, знаете как, хобби, я бы сказала. Настоящие бизнесмены делают по-другому. Они за годя, то есть за два дня в пятницу, анализируют, что происходит у них, это в структуре и лично у них. Если они видят, что какие-то показатели страдают, то уже в пятницу они проанализировали, они начинают прозванивать тех, кто страдает, спрашивают, какая необходима помощь, и быстренько-быстренько доделывают эти объемы. Потому что бывает форс-мажор, а бывает, что человек вообще говорит, а что у нас, период уже заканчивается? Мне некоторые так говорили. Но это хорошо, что в пятницу я позвонила. А так бы я в воскресенье в 12 ночи увидела, что человек никак, уже звонить никак, уже период закончился. Поэтому обязательно анализируйте в пятницу, и за два дня вы можете свои показатели подтянуть. Вот так же вы видите, прозванивайте тех, кто не идет по плану. Это в первую очередь. Потому что те, кто идет по плану, не надо им морочить голову, человек идет, работает, вы видите, вы можете просто написать, какой ты молодец, ты вообще замечательный. То есть ты настоящий лидер, ты настоящий партнер. Партнер сказал, партнер сделал. То есть я, вот ты делаешь, молодец. Не мешайте ему, он работает. Если ему нужна будет помощь, он к вам обратится. Тот, кто не может, значит ему нужна помощь. Позвоните ему, узнайте, какая помощь необходима. Восьмой пункт. Рекрутируйте каждый день не менее одного нового консультанта. Это я вот, прям вот поставьте себе задачу. Приучите своих людей не менее одного нового консультанта. В первом видео, которое давала Дарья, она рассказывала преимущества личного объема. Выгодно, почему делать 25 баллов, почему выгодно делать 50 баллов, почему выгодно делать 100 баллов. С 15-го периода у нас появятся новые преимущества, почему выгодно 100 баллов делать. Далее это видео перепишет, и вы его обязательно посмотрите. Я здесь не написала, потому что это само собой разумеющееся, что лидер, будущий директор или драгоценный директор должен себя приучить делать не менее 50 баллов, а лучше всего 100, для того, чтобы поехать в Доминикан, для того, чтобы получать все бонусы и все остальное. Как можно, как могу я вам говорить сделать из 100 баллов, если я сама это делать не буду? Я это делаю уже на сегодняшний период. У меня 156 раз подряд, не прерываясь, я сделала по 100 баллов. Каждый период. 156 периодов. То есть я рубиновый вид. И я это делаю запросто. Мои сыновья это делают запросто. Итак, переходим к следующему слайду. Чтобы ваши люди действительно понимали, что вы руководители, что вы тот вектор тяги, за кем они хотят стремиться, и всегда могли действительно обратиться к вам, уделяйте время каждому. Знаете как? Хотя бы чуть-чуть. Где-то, может быть, в разговоре, где-то в переписке, где-то, может быть, в поощрении, где-то, может быть, у человека случилось какое-то, ну, форс-мажор, какие-то неприятности, поддержите его. Уделяйте время каждому. Я понимаю, что иногда бывает очень сложно уделить время каждому. Есть очень хороший опыт, и тоже от Марьям Умаровой. Я его переняла, и мне он очень нравится. Когда у меня начинается период перед началом, я прописываю каждый день, и каждый день у меня записано не менее 10 человек, которым я должна позвонить или связаться каждый день. То есть каждый день у меня новых 10 человек. Всю структуру не могу прозвонить, не хватает времени, но у меня тем, кому я звонила, я им уже не перезваниваю. То есть как-то в очередь все встают. По очереди я прозваниваю людей или связываюсь через что-то. Обязательно с ними или через скайп общаюсь, но в любом случае я обязательно разговариваю с каждым. Поставьте себе задачу, пропишите на каждый день про звон не менее 10 человек. Если у вас структурка маленькая, поставьте план не менее 5 человек, но обязательно этим людям позвоните, потому что тогда вы узнаете и их проблемки, и их радости, и они с вами поделятся, какие у них достижения, и многое другое зададут вопрос. Будьте в режиме онлайн всегда, потому что если вы в режиме онлайн, вы знаете, что даже в больнице, когда я была после операции, я была в режиме онлайн. Когда вы в режиме онлайн, вы действительно можете экстренно помочь. Если вы не можете быть какое-то время в режиме онлайн, попросите своих партнеров, нас, чтобы мы действительно поддержали каких-то людей, почему и создан для нас скайп чат. Но очень хорошо, если вы действительно всегда на связи. Обозначьте своим консультантам, где вы можете быть всегда в режиме онлайн. В режиме онлайн, то есть здесь и сейчас. Потому что, например, ВКонтакте, если у меня пишут люди, я это вижу позже. Если я установила специально скайп на свой телефон, и он у меня всегда в режиме онлайн. Поэтому даже когда я была на форуме, я вам высылала фотографии, и вы в режиме онлайн были вместе со мной на этом мероприятии. Давайте посмотрим следующий слайд. Успех – это всегда совместные действия. Это всегда то, что вы делаете вместе. Один в поле, не воин. Если вы действительно хотите добиться результата, помните, ваши люди, ваши коллеги, те, кого вы приглашаете, вы в ответе за тех, кого вы приручили. А ваши люди, если они будут достигать результата, если они начнут зарабатывать, то вам компания будет платить еще больше. Поэтому первый акцент вы делаете на то, чтобы помочь вырасти и стать успешными вашим людям. Спасибо за внимание. Продолжение следует...